Смотрите в этом выпуске итоговой программы недели. Спектр предоставляемых услуг населению многофункциональным центром Зверева пополнился новыми пунктами. Итоги своей деятельности за первое полугодие подвели муниципальное казюмное учреждение управления жилищно-коммунальное хозяйство и муниципально-унитарное предприятие коммунальное хозяйство. Как уберечь свое здоровье от батулизма и чего следует опасаться на природе, расскажут медики. А сейчас об этом более подробно. Мэр города Игорь Зюзин и его заместитель Альбина Порошина 27 июля пригласили директора МУК коммунальное хозяйство Николая Панасюка и его административный корпус для подведения итогов работы предприятия за первое полугодие текущего года. Игорь Юрьевич подчеркнул, что на этот коллектив возлагаются огромные функции по созданию комфортной городской среды. Мы приняли для этого все меры, чтобы именно вы были подрядной организацией, которая бы занималась у нас содержанием целом территории города. Это имеется в виду и озеленение, и захоронение, и вопросы содержания дорог, тротуаров, парков, скверов, и вопросы благоустройства. Тем более мы сегодня говорим о комфортной городской среде, чтобы жителям было комфортно жить в нашем городе, достойно было жить. Чтобы они, идя по улицам и проводя свое свободное время и рабочее время, только радовались и хотели бы жить и оставаться в этом городе. И говорили, что и администрация, и ее структурное подразделение, и в целом городское сообщество заботятся о каждом жителе и стараются создать такие условия, чтобы жители, еще раз повторяю, жили достойно. Поэтому вы в этой сфере деятельности играете очень-очень огромную роль. А далее заслушали отчет директора МОК коммунального хозяйства. Доходы от реализации по выставленным счетам составляют 12 миллионов 756 тысяч, что на миллион 628 тысяч рублей больше, чем за соответствующий период 2016 года. В основном за счетом нереализованных доходов. Фактически полученные дополнительные доходы от оказания автоуслуг предприятий физическим лицам с начала года составляют 214 тысяч 9 тысяч рублей. Доходы от реализации полученные составили 9 миллионов 465 тысяч рублей. Себестоимость реализации услуг уменьшилась на 409 тысяч рублей. В основном за счет уменьшения затрат на привлечение организаций для выполнения работ по субподрядам. Дебиторская задолженность составляет на данный момент 8 миллионов 100 тысяч рублей по состоянию на 1.01.2018. Дебиторская задолженность составляет 6 миллионов 119 тысяч рублей, увеличилась с начала года на 1 миллион 982 тысяч. Увеличилась задолженность по управляющей компании «Энергодом» на 791 тысячи рублей, предприятий и организаций по городу 267 тысяч рублей. Кредитерская задолженность коммунального хозяйства по состоянию на 1.07.2017 года составляет 6.646.000. По состоянию на 1.01 задолженность составляла 6.223.000 рублей. В первом полугодии 2017 года наблюдается положительная динамика и финансовый результат по итогам прошедшего периода. Положительность составляет на 2.827.400 рублей. Обсуждая итоги работы данного предприятия, мэр Зверева Игорь Зюзин сделал ряд замечаний и поставил перед коллективом задачу подготовить город к празднованию Дня Шахтера и Дня Города. Пожелал исправить допущенные ошибки и учесть все прозвучавшие пожелания. А мы вышли в народ с единственным вопросом. Как оценивают работу МУП коммунального хозяйства наши горожане? Четверочку. Мусор вывозится, трава у нас во дворе вся покошенная. Хорошо. А за двором? За двором у нас тоже покосили. Я не знаю, как в других дворах, но у нас хорошо отработали. Сейчас обустраивают у нас, асфальт кладут под фундаментом. Это уже работа управляющая компания. Что касается муниципального предприятия, коммунального хозяйства? Работает. Но не на отлично. Не на отлично, нет. Здесь вот травы полно и где мимо поля, если пройти, там тоже не все покошено. Покос травы регулярно косят. Но наш дом пропустили два раза. Это какой дом? Казакова шестя, два раза, пока мы домово право, не для право, а женщина, которая подметает. Подметают хорошо, молодцы, убирают хорошо во дворах. А вот покос травы плоховато, с покосом травы. А так вроде бы все нормально, мусор вывозит вовремя, вроде бы нормально все. Работа и ведется нормальная. Убирается все, чистенько. Только заявочку дали, все прекрасно, все на утро покосили, убрано всегда. Около ящика всегда убираются мусорных. Я считаю удовлетворительностью работы. Ну, дороги вроде ремонтируются, периодически большие дырки такие, все латаются. Ну, покос в некоторых дворах, конечно, нужен, потому что трава большая, высокая. Более сейчас скоро амброзия уже. Ну, где-то на четверочку, наверное, я думаю, так. Ну, ремонт дорог, конечно, хотелось бы, потому что машины ломаются, ни ходить, ни ездить невозможно, лужи огромные. Вот, по поводу мусора, ничего, своевременно работаю, вижу, каждый раз коммунальные службы. Да, своевременно вывозят. Ну, что еще сказать. То есть замечаний только кроме дорог никаких нет, да? Ну, как благоустройство, ну, что еще. Ну, детские, допустим, площадки, все равно мало. Уже многие, которые когда-то в те времена ставились, поразрушились, деткам гулять негде. То есть собираются где-то в отдельном дворе, где люди сами их строят, сами собирают своими силами деньги, ставят эти площадки. А не могли бы адресно сказать, где такие адреса, где площадки требуют изменения? Ну, вот Ивановская, 44, требуют изменения. Асташенко, 4, там вообще не горькие качели, а там еще лет 30 назад ее ставили. Тут много у нас таких, в принципе, адресов. Деткам гулять негде, скучно. Многофункциональные центры наделены полномочиями по приему и выдаче документов, касающихся многих сфер деятельности. Кроме того, МФЦ постоянно расширяет пакет услуг, предоставляемых населению. За последнее время добавились десятки функций. О некоторых из них расскажут ведущие специалисты многофункционального центра города Зверево. На данный момент времени МФЦ оказывает шесть услуг Федеральной налоговой службы. Среди них такие услуги, как регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставление сведений из реестр дисквалифицированных лиц, предоставление сведений, содержащих в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также информирование налогоплательщиков о законодательстве РФ по налогам и сборам. По услуге регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц произошли ряд изменений. Если раньше мы могли только зарегистрировать человека, то теперь мы можем внести изменения в учредительные документы, открыть дополнительные виды деятельности, сообщить о реорганизации юридического лица или о принятии решения о закрытии юридического лица. Данные услуги также можно получить с помощью электронного сервиса на сайте налог.ру. Мы сегодня хотели поговорить о государственных услугах МВД на базе МФЦ. Нам хорошо знакомы всем жителям города услуги, которые у нас сейчас проходят, связанные с регистрацией по месту жительства и пребывания, получением и заменой паспорта, в том числе заграничного. Но в данный момент мы пока заграничный паспорт, просто подготавливаем документы, пакет документов. У нас появилась услуга, такая, как заявление на выдачу водительских удостоверений, национальных водительских удостоверениях. Оно меняется в случаях их плановой замены в связи с истечением срока действия и по замене персональных данных. А также у нас ведется сейчас по замене международных водительских удостоверений. Для получения международного водительского удостоверения нужно иметь, конечно же, национальное водительское удостоверение и иметь при себе фотографию. На замену водительского национального удостоверения фотографию мы делаем здесь сами. В этом году еще у нас организовалась выдача справок о том, что является или не является лицо подвергнутого административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ. В данный момент эти справки можно через нас заказывать, а можно и заказывать на госуслугах. Для этих справочек достаточно принести только один единственный паспорт. У нас сейчас еще организовалась услуга корпорация МСП. МСП это малое и среднее предпринимательство. У нас здесь такие услуги, как закупка, имущество, финансы. И добавилась у нас регистрация на портале бизнес-навигатора. Чтобы обратиться к нам за этой услугой, вам необходимо иметь при себе паспорт, знать свой ННН. И все. И приходите. Мы здесь с вами делаем, как говорится, эту услугу. Можем найти имущество. Вот, допустим, захотели вы в городе, в шахтах, в Ростове, в Таганроге, где угодно. Вы захотели какой-то просмотреть участок, какую-то комнату, какое-то помещение. Вы можете к нам обратиться. Мы вам поможем найти. Бизнес-навигатор, то, что открылось, это наподобие как госуслуги. Там вы можете более открыто, более быстрее что-то найти сами, не обращаясь даже через нас. Там также можно выбрать и бизнес, и рассчитать примерный бизнес-план, и найти и взять кредит, оформить гарантии. Вот что такое регистрация на портале бизнес-навигатора. Доступ к бизнес-навигатору бесплатный. Подключайтесь и открывайте свой бизнес. Июль стал отчетным месяцем для подведения итогов работы на предприятиях и в учреждениях города за первое полугодие. И делается это с той целью, как сказал мэр города, чтобы выяснить, как сработало предприятие. С той целью, чтобы понять, где мы находимся сейчас, что мы уже исполнили, что выполнили, что перевыполнили. И самое главное выявить то, что где мы не сработали, где у нас есть проблемы, где мы еще не в полной мере развернулись, реализовали. И где мы не в полной мере достигли своих показателей. Обычно мы берем за показатели 50% выполнения. Муниципальное казенное учреждение управления жилищно-коммунального хозяйства не стало исключением. Слушание их отчета состоялось ближе к концу месяца. Как отметил в своем выступлении директор МКУ УЖКХ Дмитрий Третьяков, их службой заключены ряд контрактов. Были заключены муниципальные контракты в рамках доведенных осигнований на озеленение и благоустройство города, на ликвидацию несанкционированных свалок, обслуживание мест захоронения, обслуживание высоковольтных линий, отлов безнадзорных животных, уничтожение карантийной растительности, на противоклещевую обработку территории, приобретение и ремонт новогодних игрушек, а также награждение детской площадки по улице Рижская в районе СКЦ Маяк, освоенному по данному направлению 2 миллиона 862 тысячи рублей, что составило 38% от общей суммы запланированных бюджетных средств. В рамках мероприятий по обеспечению качественными жилищными коммунальными услугами заключены муниципальные контракты на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Проведен аукцион и заключен контракт на проведение работ по проектно-смертной документации на ремонт уличного освещения по улице Ивановска и Осташенко, на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. Ведется работа по подготовке документации для проведения конкурса на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды. Освоено 10 миллионов 110 тысяч рублей, что составляет 24% от общей суммы доведенных лимитов. Заключено соглашение номер 10-17С от 22.02.17 между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и администрацией города Зверево Ростовской области о предоставлении в 2017 году субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан сумма соглашения 19 миллионов 366 тысяч рублей. Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Министерством транспорта на капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе и на разработку проектно-смертной документации на капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках которого в 2017 году будет капитально отремонтировано 560 метров автомобильной дороги город Зверево-микрорайон Лиховской. Заключено соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства на благоустройство общественных и дворовых территорий. Работа с Министерством ЖКХ по строительству очистных сооружений ведется. Разработана проектно-смертная документация. В 2017 году получено положительное заключение экспертизы. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах четвертого квартала составляет 1,333,196,000 рублей. Направлено письмо на губернатора Ростовской области с просьбой о финансировании работ в период с 2017 по 2021 год с разбивкой бюджета на 5 лет. Как было сказано докладчикам, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилфонда и инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2017 и 2018 годов был утвержден план проведения планово-профилактических работ по подготовке этих объектов к зимним условиям, а также создан штаб с целью контроля за его выполнением. Ежедневно отслеживается по интерактивной карте количество свалок на территорию города Зверево. Проводится мероприятие по безопасности дорожного движения и безопасной перевозке пассажиров в городском транспорте. Ведется работа по обустройству девяти остановочных площадок. Кстати, в августе месяце планируется установить расписание с движением пассажирского транспорта. Решаются вопросы ремонта дорог, освещения улиц, благоустройства города и так далее. Ряд вопросов стали темой дальнейшего обсуждения. К примеру, Игорь Юрьевич внес предложение в традиционный городской конкурс, проводимый в августе месяце «Любимый город». Добавить номинации и на будущее пересмотреть в сторону увеличения размер премии для победителей конкурса. Здравствуйте, уважаемые жители города. Природа преподнесла очередной подарок. Вместо холодной погоды установилась аномально жаркая. В это время увеличивается количество пожаров. В 90% виновником является человек. Поэтому, чтобы не допустить пожаров на территории города, прошу вас соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Категорически запрещается разжигать костры на территории города. Также, если вы выезжаете на природу, для приготовления шашлыков или какой-то другой пищи необходимо использоваться мангалом. И по окончании приготовления необходимо угли залить водой, не бросать их в траву. Также, если вы едете на автомобиле, не бросайте незатушенные окурки в окна, потому что они попадают на обочину, в траву. Трава начинает гореть, рядом неубранные поля, начинает поле гореть или лесопосадка. Соблюдая эти элементарные правила, я считаю, что ни у вас, ни на территории города пожаров не будет. Около 50 военных кораблей и подводных лодок, 40 самолетов приняли участие в главном военно-морском параде 30 июля, в день военно-морского флота России, который прошел в Кронштадте и в акватории Невы в Петербурге. Праздник отметил свой 320-летний юбилей. Зрителями парада стали тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга, не говоря уже о многомиллионной аудитории телезрителей. Какие впечатления оставило это масштабное зрелищное мероприятие у наших горожан, мы постарались выяснить у них самих. Техника понравилась, моряки понравились, все хорошо было. Парад тогда вас вдохновил, подушевил? Да, я же бывший солдат, конечно. Конечно, все красиво было. Гордость за страну была? Да, сейчас есть. В данный момент есть. Когда Шойгу пришел, в данный момент есть гордость за нашу страну. Министр обороны сейчас у нас нормальный. За это время уже как-то, когда Ельцин был в власти, и сейчас. Сейчас действительно стало нормально все в армии. Вооружение стало. Я просто удивлен. Корабли новейшие стали. Вот и все. Видно, что армию привели в порядок. А хотелось бы сказать спасибо тем же морякам, тем же конструкторам, капитанам. Да, конечно. Эта работа огромная проделана. Просто здесь мы даже и не можем представить, что не сделали за это время. Это очень много. Для вас это было каким-то шоком? Шоком не было, было чувство удовлетворения, что такое вот сделано. Нормальный парад, красивый. Ну, граница на замке типа того, что вроде бы все в порядке, все нормально у нас. Можно спать спокойно. У меня отец, Царство Небесное, во флоте служил 4 года в Дальнем Востоке. Он был очень, так, он гордился тем, что он служил во флоте. И мы гордимся тоже. Мне очень понравилось, что у нас такая мощь в стране. Наш президент заботливый, всегда участвует. Ну, не знаю, люди такие счастливые вокруг, самое главное. Красивые очень матросы эти, офицеры, форма у них. Мне понравились корабли, которые были на море. Они были намного больше, чем в том году. Поэтому просто мне это впечатлило. Впечатлило своей масштабностью? Да, всей отличностью, да. А внимательно слушали ли комментарии? Что это за корабли? На что они способны? Что они могут... Ну, они были настолько встречными, поэтому я на комментариях не слышал. Ну, большее время не слышал. Поэтому вот так. Военно-морской парад нам очень понравился, очень понравился. Конечно, он сейчас лучше стал, чем раньше был, да. Какие морячки красивые шли. Ну, все хорошо, понравилось. Вот у меня мурашки шли по телу. Мощь, вот эта вот. Гордость, вот честно я вам говорю, потому что я знаю, что сейчас со всех сторон нападают, нападают, нападают. И правильно, давно надо было показать вот эту нашу мощь. Я вообще-то северянка, и я знаю, какие пароходы, какие катера, и как на Сахалине все это было. И поэтому я с удовольствием, я от начала и до конца я все это посмотрела. И, ну что, я уже сказала, гордость за нашу Россию. Надо сказать огромное спасибо всем организаторам парада, всем телевизионщикам, которые сумели показать и прокомментировать мощь военно-морской техники, и, конечно же, капитанам морских судов. Слаженную работу морских офицеров и моряков, продемонстрировавших всем нам величие и силу военно-морского флота России. В это жаркое лето при появляющейся возможности выходные дни многие мечтают об отдыхе на природе. Однако в последние годы расположиться где-нибудь на травке под тенью деревьев не всегда безопасно. А мрачить и прервать ваши планы могут клещи, которые прекрасно адаптировались на территории Ростовской области. По городу Зверево зарегистрировано 111 случаев укусами клещом, из них 30 детей до 14 лет. Крымская геморрагическая лихорадка – это опасное тяжелое заболевание вирусной этиологии, переносчиками которого являются эксодовые клещи. Заболевание начинается с высокой температурой, ознобом, головной болью, боли в суставах, мышцах, животе, пояснице, и возникает вялость, потеря аппетита и трудно восстанавливающие кровотечения кишечные, мышечные и носовые. При таких симптомах нужно немедленно обращаться в лечебное учреждение, так как заболевание легче предупредить, чем его лечить. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Батулизм – это тяжелое инфекционное заболевание, появившееся еще в 18 веке и в наши дни продолжает оставаться смертельно опасным. Прислушайтесь к советам доктора, как избежать подобной инфекции. Батулизм – это особое инфекционное заболевание, которое возникает в результате употребления продуктов питания, содержащиеся токсины, вызываемые бактериемом батулизма. Характеризуется поражением центральной нервной системы и мышечной системы. Чаще всего приводит к парезу и параличу. Возбудителем батулизма является холостеридиум батулином. Это бактериальная палочка, которая попадает в организм при употреблении продуктов питания. Чаще всего это рыбные, мясные продукты и растительное происхождение. Основное – существует два вида батулизма. Две формы точнее – это споровая форма и вегетативная форма. Вегетативная форма батулизма чаще всего существует в условиях отсутствия кислорода. То есть это консервные банки, тушенки и так далее. А споровая форма батулизма чаще всего встречается во внешней среде. Источником батулизма считается в основном почва, ил, озер и морей, и содержимое кишечника, диких и домашних животных, птиц, моллюск. Как попадает батулизм или батулотоксин, как мы называем? При употреблении пищи он попадает в желудокишечный тракт. Далее в тонкий кишечник всасывается батулотоксин или экзотоксин. Далее направляется под током крови в кровеносную систему и поражает органы и ткани. Какие основные симптомы батулизма? В первую очередь батулизм проявляется с какогообразные боли в эпигастральной области, головные боли, мышечные боли. Далее развивается нарушение зрения. Больные некоторые называют, что видят перед глазами туман, сетки перед глазами. А в дальнейшем проявляется паразит или паралич центральной нервной системы, в частности, глотательные функции. Элементарно больные не в состоянии употреблять жидкую пищу. Основная диагностика батулизма – это бактериологические исследования материала рвотной массы или же каловой массы. Лечение батулизма в основном симптоматическое. В первую очередь это промывание желудка и назначение противобатулизмской сыворотки. Как советует доктор, необходимо всегда использовать в пищу свежие продукты. Ни в коем случае не приобретать продукцию домашнего приготовления – вяленую и копченую рыбу, мясные консервы, свежие и маринованные грибы и прочие маринады. Отправляясь за покупками в магазин, обращайте внимание на срок годности товара, особенно на консервы рыбные, мясные, овощные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok